Проведя бросок через бедро, Ольга Байкина заработала 10 баллов. Эти очки принесли и первую победу на первенстве Сибири под звездо среди юниоров. Но это было лишь начало пути на вершину пьедестала. В финале девушка уверенно одолела соперницу из Новосибирска и стала лучшей в категории до 63 килограммов. Когда соревнования остались позади, Ольга с улыбкой вспоминает, как попала в большой спорт. Лично я пришла, просто как бы ходили по школам, предлагали. Я ради интереса. Мне понравилось. Следующий этап для спортсменки из Алтайского края – это первенство страны. Там же выступят и 6 юношей, воспитанников клуба «Дзюдо Кузбасс», а также 2 девушки из Новокузнецка. Данные соревнования – это первенство Сибирского федерального округа. Среди юниоров и юниорок до 23 лет они являются отборочными к первенству Российской Федерации. По данному возрасту, который будет проходить в конце марта в городе Нальчике. С данных соревнований отбирается у мужчин первое и второе место, у девочек вся тройка отбирается на первенство России. Символично, что соревнования по дзюдо проходят в феврале. Именно в этом месяце, в 1882 году, открылась первая школа по данному виду спорта. И сейчас, много лет спустя, ее основатель Дзигара Кано вновь как будто бы следит за участниками соревнований. Дзигара Кано является примером не только для дзюдоистов Японии, но и всего мира. Будучи болезненным мальчиком и постоянно терпя насмешки со стороны сверстников, он доказал, что сила духа может творить чудеса. Его методики применяются до сих пор и не только на родине мастера. С кузбасскими спортсменами, например, опытом делится его последователь, японский тренер Мазами Мацушито, человек, который воспитал не одного чемпиона. Мою методику можно сравнить с телегой с двумя колесами, которая едет по рельсам. Одно колесо – это дисциплина, а второе – это техника. И только вместе эти два колеса могут двигать повозку вперед. Поэтому, что я заметил в России, нехватка дисциплины, а если бы у вас в традициях была дисциплина, я думаю, вы бы давно уже рвали все пьедесталы. С японского дзюдо переводится как «мягкий путь». Но вот для многих спортсменов Кемеровской области методики главного тренера оказались слишком жесткими. Выдержать нагрузки смог только каждый третий. Но доказательством того, что сборная Кузбасса движется в правильном направлении, являются 13 медалей первенства Сибири среди юниоров. Из них 4 – высшего достоинства. Андрей Финагин, Константин Червяков. Новости моего города. Новости моего города.